10 апреля премьер-министр Николай Азаров потребовал от местных администраций, мэров, городов и прочих чиновников навести порядок на подотчетных территориях. В частности, глава правительства указал на большое количество мусора, скопившееся после зимы. Срок выполнения государственной задачи до православной Пасхи, то есть до 5 мая. Одно из последних заседаний правительства Николай Азаров открыл с напутствие местным властям. Снег растаял и оказалось, что за долгую зиму на наших улицах, дорогах, в лесополосах, парках накопилось много мусора. Объем работ значительный, но все нужно оперативно убрать до пасхальных праздников. Учитывая вертикально подчиненную систему партии регионов, одесскому мэру пора срочно браться за лопату. Ведь мусора в Одессе хватает. Ярчайший пример – лесопарк аэропортовский. Благодаря бездеятельности городских властей и нежеланию горожан забирать мусор после пикников, парк равномерно покрыт разнообразными отходами, а местами и вовсе трупами животных. Слов не придумаешь. Я просто, когда сам зашел в эту посадку, ужаснулся. И мы, бывает, с семьей выезжаем на отдых за город и с друзьями, но мы после себя всегда оставляем чистоту и порядок. А здесь и строительный мусор, и битые бутылки из-под пива, шампанского. Ведь есть хорошая пословица в нашем народе – не там чисто, где убирают, а там, где не ссорят. Причем, кто отвечает за уборку парка – неясно. Частично он находится в аренде, но арендатора днем с огнем не сыскать. На другом конце города, в Суворовском районе, свалку организовали прямо под стенами строящегося храма. Торговцы стихийного рынка, развернувшегося на улице Добровольского, не утуждают себя. Выбрасывают отходы прямо за забор стройки. Вонь, крысы, безусловно. И дети ходят, и драки, и бомжи дерутся между собой, не знаю, как это назвать, цивилизованно. В общем, вот так вот мы живем. Что характерно, как и в случае с лесопарком аэропортовским, свалка на Добровольского тоже ничейная. Кто же должен разгребать завалы мусора, неясно рассказывают местные жители. Территория прилегает к храму, но мы не видим между храмом и базаром. И никто не хочет брать на себя ответственность, никто не хочет наводить порядки. Ситуация с такими бесхозными свалками достигла своего апогея на проспекте Шевченко. Тут совсем недалеко от областной администрации одесситы завели привычку сваливать мусор в небольшом тупике между домами. В итоге тут лежат и гниют десятки, если не сотни пакетов с бытовыми отходами. При этом в местном ЖКСе от свалки открещиваются. Это бесхозная территория, которая примыкает к воинской части, которая сейчас, вы знаете, территория отдана под застройку. Там близлежащих наших домов даже ЖКСа Фонтанского нет, там ведомственный дом. Все происходящее отлично вписывается в рамки поговорки «Я не я, корова не моя». Городские службы перекладывают ответственность друг на друга. В ЖКСах пеняют на инспекции по благоустройству, в инспекции на арендаторов территории. И так до бесконечности. В итоге, вместо того, чтобы работать, городские власти бесконечно наращивают документы оборот. А мэр в это время мирно сажает елки в более-менее чистых парках и широко улыбается в объективы телекамер. Туда, где есть реальные проблемы, Алексей Ковтусев не ногой. Учитывая, что городской голова явно не выполняет поставленных к обминам задач, редакция телеканала «Круг» решила проинформировать Николая Азарова о том, что Ковтусев опять отклонился от партийных установок. Благо свою страницу в соцсетях премьер-министр и его пресс-служба просматривают регулярно. Учитывая, что одесский мэр тоже открыл свое виртуальное представительство, власти, придержащиеся, смогут решить проблемы непосредственно в Фейсбуке.